Здравствуйте! Вы смотрите новость МТРК. В студии работает Александра Солмина. И сейчас я коротко расскажу вам о главных темах выпуска. Решили 22 вопроса. В областном Маслихате состоялась 13-я сессия. Основная проблема, которую обсудили народные избранники – борьба с коррупцией. Резиновые сапоги доставать не придется. Коммунальные службы Петропавловска помогают жителям многоэтажек убирать снег во дворах. Вор – руки-ножницы. Петропавловские полицейские задержали рецидивиста. Каждый раз, выходя на дело, мастер маскировки менял одежду и обувь. И обо всем по порядку. Свыше 157 миллионов тенге. Такой ущерб причинили государству североказахстанские коррупционеры. Подобных преступлений в прошлом году в регионе совершили больше полусотни. Реализация антикоррупционной стратегии стала главной темой на 13-й сессии областного Маслихата. Всего народные избранники приняли решение по 22 вопросам. Подробности узнаете прямо сейчас. Сначала об итогах работы депутатов. За 2016-е они провели 12 сессий. Уточнение бюджета, состояние дошкольного образования, подготовка к отопительному сезону. По разным вопросам приняли около 120 решений. На прием к народным избранникам записались и пришли 712 североказахстанцев. На встречах с населением озвучены 67 обращений. По 25 из них проблемы решили. По предложению депутатов Мамбетова Ирки Булан, Нурмагамбетовича, Розалина Ежан-Кабиевича, Шолия Юрия Ивановича, в истекшем году проведен средний ремонт дорог протяженностью 20 километров. В районе Габита Мусрепова проведена подсыпка дорог протяженностью 50 километров. Проведен ремонт в отделениях центральной районной больницы села Новоишимская. Депутатом Сапару Малтембек-Сепиловичем проведена работа по развитию села Нагайбай. Построен центр досуга населения, асфальтированная улица, установлено уличное освещение, мини-футбольное поле с искусственным покрытием ведется, строительство пяти жилых домов. В регионе активно борются с коррупцией. Большую роль в этом играет профилактика и обучение госслужащих. Здесь план перевыполнен, говорят представители аппарата Акима области. Антикоррупционную школу прошли около 2000 слуг народа. Это почти на 600 больше, чем планировалось. Несмотря на положительную динамику, мы на более чем 27% перевыполнили план обучения. Но тем не менее, отдельными госорганами в прошедшем году допущено невыполнение собственных планов и заявок на обучение в региональном центре повышения квалификации. Так, например, Козлжарский район не обучил 18 государственных служащих, Аертавский 13, район Шалакана 8. Кстати, не на всех сайтах госорганов своевременно обновляют информацию. Замечания сделали у Алихановскому району. Всего в прошлом году в регионе выявили 56 коррупционных преступлений. Государству причинили ущерб больше, чем на 157 миллионов тенге. Наложено арестное имущество подозреваемых на сумму, превышающую миллиард тенге. Привлечено к уголовной ответственности 41 должностное лицо. Из них однослового уровня 16, районного 9, городского 13, сельского 3, в том числе первых руководителей 10. Основная доля совершаемых должностными лицами преступления приходится на взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог, присвоение расстройства бюджетных средств. За нарушение при реализации государственных программ возбудили 17 уголовных дел. Сумма причиненного ущерба почти 50 миллионов тенге, отмечает Нигбинджан Сапаров. А вот к дисциплинарной ответственности привлекли ровно 100 госслужащих. При этом в Северном Казахстане самый низкий уровень коррупции в стране. Александра Салмина, Тимур Ахматуллин, Новости МТРК. Очередной пресс-тур провел региональный филиал службы центральных коммуникаций в программе поездки «Промышленные предприятия региона». Об объемах производства, новшествах и планах компаний «Элтранс», «Сладкая сказка» и «Казмолторг» в нашем материале. Пряники, пирожные, кексы, печенье. Без этой продукции не обходится ни одно чайпитие. А производят лакомство здесь, в цехах «Сладкой сказки». На рынке она больше 10 лет. Ассортимент с каждым годом расширяется. Сейчас на прилавках больше 200 разновидностей кондитерской продукции этой компании. Началось там буквально с двух-трех машинок. Потом мы поняли, что на этом можно заработать. Время было сложное такое, что не то, что сейчас был дефицит. Поэтому был такой период, что мы смогли развиться. На сегодняшний день на предприятии уже порядка 8 цехов. Больше 30 человек работников. Очень сильно упали продажи, когда начались эти шатания с курсом, с Россией. Сейчас вроде на место все становится. Буквально два месяца, как мы заметили, что Россия оживилась. Потребителей нужно привлекать ценой, качеством и, конечно же, ассортиментом. Это новинка компании «Набор Ассорти». Цена за продукцию доступная. Средняя стоимость за килограмм – 500-600 тенге. В рынок сбыта входят 5 городов Казахстана и соседние регионы России. А это еще одно предприятие пищевой промышленности – ТО «Казмолторг». Продукция под маркой «Славная» появилась на прилавках Петропавловска год назад. Начинали с молока, а сегодня производят сметану, сулугуни, масло, творог, брынзу и кефир. В прошлом году компания произвела больше 700 тонн товара. Рынок сбыта не ограничен только нашим регионам. Начинали мы Курган просто с ярмарок, ярмарки выходного дня. Познакомились с администрацией городской Кургана и начали возить нашу продукцию. В течение трех месяцев продукция понравилась очень жителям Кургана. В результате на сегодняшний день мы являемся курганской сети «Метрополис». Мы возим порядка по 2 тонны 3 раза в неделю, но перспектива 5 тонн. В планах обновления техники и увеличения объемов производства. Сейчас здесь перерабатывают до 10 тонн молока в сутки. Это треть всей мощности завода. Работают так из-за нехватки сырья, говорит директор предприятия. Молоко закупают у североказахстанских крестьянских хозяйств. Литр обходится в 115 тенге. Тоже в литрах, в тоннах и миллионах тенге считают обороты своей продукции в компании «Элтранс». Здесь делают антифриз. Для региона производство уникальное. Продукцию поставляют во все города Казахстана. Благодаря финансовой поддержке государства удалось увеличить объемы производства, рассказывает Виталий Гусельников. Мы взяли кредит, вот последний, это для пополнения оборотных средств. До этого мы, конечно, тоже пользовались государственной программой. Мы закупили оборудование, полностью у нас сейчас автоматическое оборудование. На данный момент мы поставляем около 300-400 тонн в год. Вот мы во все регионы Казахстана. Здесь выпускают три вида продукции для автомашин. Сырье в основном используют российское. А вот готовый товар в соседнюю федерацию пока не поставляют. Это только в планах. Ксения Куценко, Рустам Тлюжанов. Новости МТРК. Областная избирательная комиссия огласила итоги внеочередных выборов депутатов-маслихатов вместо трех выбывших. Своей кандидатурой выдвигали 9 человек. Об этом журналистам сообщили на брифинге в филиале службы центральных коммуникаций. Выборы проходили 26 марта. На кресло в областном маслихате претендовали три кандидата. Вместо Ирины Тухватулиной выбрали Екатерину Старостину. Ей 23 года и она самый молодой депутат Петропавловска. Девушка работает инструктором в городском центре молодежных инициатив. За нее отдали 71% голосов. Екатерина Старостина будет отвечать за 28 округ. Также внеочередные выборы состоялись в Акжарском районе. В целом процедура подсчета голосов в Северном Казахстане прошла без нарушений. Общая явка избирателей составила свыше 60%. Свои голоса отдали больше 9 тысяч человек. Средний возраст выдвинутых кандидатов состоял 34 года. Все они имеют высшее образование. По итогам проведенных выборов депутатом Акжарского района Маслихада Копеев Амангельдей Хамзатович, выдвинутый партией Нуратан, заместитель директора Ленинградского сельхозяйственного колледжа. Жанбаев Рашид Жасуланович, также выдвинутый партией Нуратан, заместитель директора по воспитательной работе Акжар-Кынской средней школы. Порядка 800 тысяч кубометров снега вывезли коммунальные службы Петропавловска с городских улиц. Ежедневно десятки единиц техники и больше сотни человек работают, чтобы предотвратить подтопление жилых домов и построек. Благодаря поддержке местных исполнительных органов удалось вычистить от зимних сугробов дворы десятков многоэтажек. Алина Буржанова побывала на месте коммунальной уборки. В кооперативе «Бакир» четыре дома. В этом живут больше 60 семей. Каждую весну, кроме непроходимых луж и грязных сугробов, неудобства жильцам доставляют и талые воды, топят подвалы, подмывают фундамент. В этом году на помощь жильцам пришли городские коммунальные службы. Сегодня с раннего утра и до вечера здесь работала спецтехника. Коммунальщикам и жильцам дома вместе удалось вычистить тротуары и палисадники. Весной вся вот эта территория наша, значит, придомовая, она затоплена. А вот в этом году очистку территории сделали. Вот. Ну, будем надеяться, что воды будет меньше. Возле своих дверей очистку проводили, значит, дорожки где-то делали. Вот. В основном работа дворников. А вот жильцы этих домов уборка снега занимаются с начала зимы. Старались регулярно чистить и дороги, и крышу. Но с таким объемом осадков, как в этом году, говорят, справиться своими силами сложно. Поэтому и обратились в городской Акимат. Зимой мы уже пользовались услугами ТО «Мюрсервис». Но, к сожалению, это дорогое удовольствие для кооператива. Поэтому вынуждены были обратиться в Акимат. С утра жильцы вышли, все убрали автомобили. Даже те, которые стояли просто вот мертвой зимой. Мужики молодцы. Они на руках все это самое вытолкали. Освободили полностью проезд для техники. Вывезли уже больше 15 КАМАЗов снега. Согласитесь, объем очень приличный. Сегодня снег убирали во дворах трех кооперативов собственников квартир. А это больше десяти многоэтажек. Вывезли десятки кубометров. Это инициатива самих жильцов. Технику бесплатно предоставил городской Акимат. А вот лопатами вооружились владельцы квартир. Несколько часов работы и при ходу весны можно радоваться. Сегодня в очистке дворов задействовали 14 тракторов и КАМАЗов. Грязь, горы растаявшего снега, лед и лужи. Так выглядит большинство дворов Петропавловска. Жильцы с трудом передвигаются по такому бездорожью. Машины буксуют, а пожилые и вовсе боятся выйти на улицу без сопровождения. Так кто же должен заниматься вывозом снега со дворов многоэтажек? В этом году на помощь пришли местные коммунальные службы. Но если мы сами не возьмем лопаты в руки, то и дальше будем утопать в грязных сугробах и лужах. Алина Бржанова, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК. Ночь, маскировка, ножницы. Это описание не фильма ужасов, а скорее детективного сюжета. Его главным героем стал житель Козылжарского района. Только вот за эту роль ему придется провести за решеткой около пяти лет. При помощи домашнего инструмента молодой человек вскрывал во дворах Петропавловской иномарки. Что становилось наживой преступника-рецидивиста, узнаете из материала пресс-службы областного департамента внутренних дел. В полицию поступило сразу несколько заявлений от жителей областного центра о кражах из автомашин. Преступления происходили глубокой ночью в центре города. Магнитолы, видеорегистраторы, сотовые телефоны, деньги. Злоумышленника интересовало все ценное, что можно было обнаружить в салоне авто. Заметных повреждений на автомашинах не оставалось. Преступник проникал внутрь без лишнего шума, взламывал замки ювелирно. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых данных преступлений был задержан. Им оказался 26-летний житель Козылжарского района, который в конце января 2017 года освободился из мест лишения свободы за совершение аналогичных краж. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания в семи эпизодах. Также рассказал, что вскрывал двери автомашин ножницами. Задержанного в основном привлекали старые немецкие легковушки. Каждый раз, выходя на ночную охоту, он менял одежду и обувь. Видимо, таким образом хотел отвести от себя подозрения. Но мастера маскировки все-таки разоблачили. Взял ножницы и пошел в черемушки. В первый двор зашел, посмотрел. Стоит машина, ауди вскрыл. Правда, там ничего не было в ней. Ну и дальше пошел. Ну, вскрывал до тех пор, пока что-нибудь там не нашлось. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Кража». Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы. Ксения Куценко при содействии Пресс-службы областного департамента внутренних дел. Этой весной на срочную воинскую службу отправятся 700 призывников. Порядка 200 из них из Петропавловска. 18 марта в Казахстане стартовала призывная кампания. Денис Ивков расскажет о тех, кто уже завтра поедет отдавать долг родине. В городском военкомате сейчас работает медицинская комиссия. Врачи проверяют каждого призывника. Здесь 10 специалистов. Лор, окулист, невропатолог, нарколог, терапевт и другие. 27 марта прошли первые проводы. 13 юношей отправились в Алматы в пограничные войска. Всего из Петропавловска за время призывной кампании служить поедут почти 200 человек. В вооруженные силы Республики Казахстан около 50 юношей призываются в этом году. Службы государственной охраны около 5 человек. В пограничные службы комитета национальной безопасности более 80 человек призываются. И национальную гвардию Республики Казахстан около 60 человек. А в четверг на восток страны в часть 25-35 отправится 30 молодых людей. В их числе Константин Могильный. Его признали годным к срочной воинской службе. Выучившись на строителя, молодой человек решил пойти в армию. Во-первых, это гражданский долг каждого мужчины, обязанность, прописанная в Конституции Республики Казахстан. Потому что мужчина – это защитник Родины. Я иду в армию, потому что служил мой дед, брат, отец. Я хочу идти по их стопам. С каждым годом желающих служить становится все больше, говорят члены призывной комиссии. Однако по состоянию здоровья не все могут отправиться в армию. Больший процент заболеваний сердечно-сосудистой артериальной гипертонии, бронхиальная астма и заболевания мочеполовой системы. С каждым годом ситуация по здоровью призывников становится лучше. Это, наверное, связано с тем, что молодежь признает больше здоровый образ жизни, очень много занимается спортом. Тех, кто будет уклоняться от воинской службы, по закону привлекут к административной ответственности. Их ждет штраф тысячамесячных расчетных показателей. Это больше двух миллионов тенге. Продлится весенний призыв до 28 июня. Денис Ивков, Рустам Тлюжанов, Новости МТРК. А у нас реклама. Не переключайте канал. Впереди еще много интересного. Редактор субтитров А.Семкин Макароны Тамерлан. 99 тенге за килограмм. Предложение действительно только в магазинах низкоцен в Петропавловске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Подходит он ко мне. Лица человеческого нет. Звери! Звери! В этом зале история театра. Началась она в 1887 году. Первый спектакль был поставлен по пьесе Островского «Счастливый день». С тех пор ни один театральный сезон не проходит без постановок по мотивам произведения Александра Николаевича. Не проходит сезон и без пьес казахских драматургов. Сабит Муканов, Мухтара Уэзов, Чукан Валиханов. Вот этот костюм одевала одна из героинь спектакля «Коза Курпеш» Баян Сулу Габита Мусрепова. Традиционно в день театра отмечают лучших по итогам года. Церемония вручения премии имени народного артиста Казахстана Ивана Арчебасова в театре имени Погодина проходит в 13-й раз. Каждый артист ждет за кулисами, что именно ему достанется эта премия. Там есть номинация за лучший дебют, главная мужская роль, женская роль, роль второго плана, за вклад в развитие театрального искусства нашей области. И впервые в этом году мы учредили премию именно по развитию сельских гастролей. Так как мы театр областного значения, мы очень много ездим по селу. К своему профессиональному празднику актеры подготовили настоящее шоу. Отмечают не только актеров, но и тех, кто остается за кулисами. Художники по костюмам, декораторы, бутафоры. Их фантазии, которые воплощают в жизнь волшебные руки, зритель может оценить, окунувшись в таинственный мир театра. Жуман Муканов работает в русском драматическом всего полгода. Его дебют в роли Терта в ночи перед Рождеством признали самым ярким. Мне кажется, всегда будет мало. Каждый образ, надо всегда находить что-то новое для себя. Каждый образ по-разному. И всегда будет тяжело, но труд даст свои успехи. Если для Жумана Муканова это первая профессиональная премия, то Людмила Ванюкова признание коллег и зрителей заслужила полвека назад. В этом сезоне отметили ее роль бабушки в спектакле «Деревья умирают стоя». За нее она получила статуэтку. Народная артистка Казахстана в театре уже 53 года. На сцене она прожила больше двухсот ролей, большинство из которых – главные. Хорошо помнит Людмила Ванюкова и свой первый спектакль. Это был 63-й год. Мы были учились в студии. И нас в сказку «Конек-горбунок» мы должны так дворовых девочек изображать. И как накрасились, помню, щеки и глаза, брови черным. Артисты все от нас ошарахались. Что вы понаделали? Ну, это было удовольствие. Театралу в профессиональный праздник вручили 11 статуэток. Но главной наградой, по словам служителей Мельпомены, для них остается признание зрителей. Я люблю театр, люблю наших замечательных артистов. Я вас поздравляю от чистого сердца. Желаю вам здоровья, положительных эмоций, как можно больше талантов вам. Ну и восхищайте нас. Нам нравится этот театр. Мы хотим, чтобы он также оставался таким устребованным. Побольше спектаклей интересных, современных. Жан-Слу Тастемирова, Тимур Рахматуллин, Новости МТРК. Большой праздничный концерт Театр Гатахзен прошел и в областном казахском музыкально-драматическом театре имени Сабита Муканова. Здесь принимали поздравления не только от зрителей и коллег по цеху, но и получали премии Алтен Сака по семи номинациям. Статуэтки и дипломы вручили актерам, сыгравшим лучшие роли и тем, кто трудится за кулисами. Северо-казахстанскому Кастеатру в этом году исполняется 17 лет. За это время артисты сыграли больше 60 постановок. В этом сезоне подготовили несколько премьер – 4 спектакля и 2 сказки. Аида Супатаева служит Мельпомене больше 15 лет. Она удостоена награды за лучшую женскую роль. В этом сезоне я сыграла в драме «Касырет маму наркомана» в спектакле «Сыган Сиринадасы» мамушам Шикалдаякова и в постановке «Махабад Мунарасы домработницу». Это не первая моя награда, но я хочу сказать, что каждая дается за покорение новых вершин. Поэтому я планирую совершенствовать свое мастерство и считаю, что я еще показала не все, на что способна. Каждая роль индивидуальна, и я стараюсь их прочувствовать. Единая история, единое будущее – фестиваль тюркской культуры прошел в Доме дружбы. Большая часть населения Казахстана – это представители тюркских этносов – казахи, татары, киргизы, турки, узбеки, азербайджане. Всех объединяет общая история, культура и язык. Участники фестиваля приготовили блюда национальной кухни, выставку декоративно-прикладного искусства, исполняли народные песни и танцы. Мы единый народ, у нас единая история, единая религия и мировоззрение. Поэтому мы роднимся, и сегодня вот этот фестиваль – это знак нашей дружбы. Это, как вам сказать, еще одно событие, то, что Туркестан – священный город для тюрков, сегодня стал в этом году центром, духовным центром духовной культуры тюркских народов. И в связи с этим у нас в регионах проводится такое мероприятие, одно из них – наш сегодняшний фестиваль тюркских народов. Областной конкурс профмастерства среди школьников прошел в Петропавловске. В нем приняли участие 40 человек. Они готовили пельмени, делали детские лопаты, шили. Лучших определили по трём номинациям. Призы получили 18 школьников. Ольга Файзулина расскажет подробнее. Здесь проходит самая аппетитная часть конкурса профмастерства. Школьники готовят пельмени и салат. Рецепт у всех одинаковый, но у каждого свой подход к делу. Кулинарные навыки решили проверить 12 человек. Сергей Толстой здесь единственный юноша. Говорит, с детства любит готовить. Делаю салат, выкладываю гнездо из капусты. Середину надо будет сделать морковью. И потом вырезать из помидора жар птицу. Задания несложные, если к ним готовиться. Сергей проявил фантазию и в выполнении домашнего задания. Все сделали сладкие кексы, а он мясной. Пробовать выпечку будут члены жюри. Среди них сотрудники областного центра творчества детей и юношества. Они организовали конкурс профмастерства при поддержке управления образования. Дети с удовольствием принимают участие и стараются соблюдать все требования, которые необходимы при приготовлении данных блюд. Это санитарно-гигиенические требования, правила техники безопасности. И в то же время они проявляют свою творческую фантазию и эстетический вкус. При приготовлении домашнего задания многие приготовили еще и постеры, технологические карты. Конкурс проводится среди школьников по трем специальностям – кулинар, швия, столяр. Дети показывают, как умеют работать с деревом и жестью. Из таких заготовок нужно сделать детскую лопатку для снега. Восьмиклассник Радмир Зиединов обрабатывает черенок. Его поверхность должна быть гладкой, а еще соответствовать заданным параметрам. Задание очень интересное, по-моему. Очень много сил затрачено на приготовление ручек, например, у черенка. Это все занимает достаточно много времени и старания. А зимы есть. Я ходил на кружки авиамоделирования, другие кружки. Очень помогает знать изначально, что нужно делать. В конкурсе профмастерства приняли участие около 40 школьников. Лучшие получат в подарок бытовую технику и посуду. Ольга Файзулина, Жолдосбекер Муканов. Новости МТРК. Кулагер завершил борьбу в плей-офф. Наша команда провела с РТШ-ом 4 встречи. Общий счет был 2-2. Последняя игра в Павлодаре стала решающей. С самого начала обе команды играли осторожно, пытались максимально укрепить оборону. Хорошая возможность открыть счет была у Дениса Клемешова и Евгения Чемерилова. Но вратари оказались безупречны. Во втором периоде нашим не повезло. В самом конце они пропустили шайбу. Она оказалась единственной и победной для РТШ. Таким образом, Кулагер вылетел из серии плей-офф в 1-4 финала. Продолжаем спортивную тему. В городском обществе слепых проходит первенство области по настольным видам спорта. Специальные шахматные доски и рельефные шашки помогают людям с нарушением зрения добиваться больших результатов. За звание лучшего гроссмейстера региона борются около 30 человек. На открытии соревнований побывала и моя коллега Алина Бажанова. В зале опытные игроки. У большинства за спиной не один десяток соревнований. Их объединяет не только любовь к настольным видам спорта, но и общий недуг. У каждого проблемы со зрением. Но специальные адаптированные шахматные доски и рельефные шашки помогают быстро ориентироваться. Ярки Булана Манжолов зрение потерял в молодости. Из-за несчастного случая травмировал один глаз. Десятки сложных операций и курсы лечения в Алматы и Москве не оправдали ожиданий. В подобных турнирах мужчина участвует не первый раз. Говорит, такие соревнования помогают завести новых друзей и с интересом проводить свободное время. Слепому человеку это тяжело дома. Одну сторону, скучно сидеть. А здесь какое-нибудь мероприятие, когда проводим, они интересны. Душа у них становится легче. Чем дома сидеть, вот это у нас время провести. И заинтересованы. Даже вот проиграешь, и то это не обидно. В Петропавловске более 300 человек с нарушением зрения. Но это не мешает им вести активный образ жизни. С каждым годом растет число участников шахматно-шашечных чемпионатов. Цель этих соревнований – это привлечь наших спортсменов-инвалидов вот таким видом спорта настольным, как шахматы, шашки, тугускумок. Тем более, для вот этих спортсменов это самый любимый вид спорта. И они в этом виде спорта достигли довольно значительных результатов. Победители областного этапа отправятся на республиканскую спартакеаду среди людей с ограниченными возможностями. Она пройдет в сентябре в Атырау. Алина Боржанова, Казбек Ирыкбаев. Новости МТРК. На этом у меня все. Смотрите МТРК. Будьте в курсе событий. До встречи. Спонсор прогноза погоды – фильтры для воды «Аквафор». Вы покупаете бутилированную воду? Но за что именно вы платите? Питьевую воду производят на заводах, где сначала из нее удаляют песок, ил, механические загрязнения и растворенные вещества. Затем воду полностью очищают обратно осматической мембраной, а также минерализуют. Наконец, в воду, которой предстоит длительное хранение, добавляют консервант, разливают по бутылкам и отвозят в магазин. Такая вода чистая, но очень дорогая. Можно ли получить ее в 10 раз дешевле? Можно. Для этого вам просто надо разместить завод по очистке воды у вас на кухне. Теперь это возможно. Знакомьтесь, «Акваформарион» – это настоящий мини-завод чистой, мягкой, питьевой воды премиум-класса прямо у вас дома. «Акваформарион» полностью повторяет заводскую технологию очистки воды. На первом и втором этапах вода очищается от всех механических примесей. На третьем обратноосматическая мембрана полностью удаляет все опасные загрязнения. Вода становится мягкой, и теперь вы никогда не увидите накипи в чайнике. На четвертом этапе вода дважды обогащается ионами магния. «Акваформарион» делает воду на уровне лучших марок бутилированной воды и даже превосходит их. По сравнению с обычными системами «Акваформарион» занимает в три раза меньше места на кухне, очищает воду в три раза быстрее, экономит до 9 тонн воды в год, срок службы модулей в два раза больше, а расходы на обслуживание в два раза меньше по сравнению с обычными системами. У вас всегда будет чистая, свежая и полезная питьевая вода. «Акваформарион» Питьевая вода премиум класса у вас дома. «Акваформарион» Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова